На прошлой неделе экс-холостяк Никита Добрымин и его избранница в проекте Даша Квиткова расписались. И это первая пара, которая действительно смогла не только построить отношения еще во время съемок проекта, но и сохранить их. Тем самым Украина вошла в тройку стран мира, где пара из холостяка стала еще и семьей. Она в белом коротком платье, а он в костюме и кроссовках. Официально Никита и Даша стали мужем и женой. Это было очень-очень эмоционально. Когда мы расписались, просто выдохнули. Поделилась Даша. Гостей на росписи было минимум. А сразу после пара поехала к маме Даши кушать киевский торт и шашлык. Из-за карантина традиционные свадебные гуляния пришлось отложить, но не отменить. Молодожены поделились, каким будет их праздник. Два платья у меня уже готовы. Также у нас есть все подрядчики, сообщила Даша. Нам не хочется превращать свадьбу в полностью шоу-бизнесовую вечеринку. Для нас важно, чтобы сохранялся теплый семейный уют. Поделился Никита. За отношениями этой пары в проекте наблюдала вся страна. Сама же Даша шутит, что впервые вышла к Никите в черном платье, а теперь оказалась в белом. В качестве подарка на первой вечеринке девушка преподнесла Никите карту желаниями. «Я помню, как складывала эту карту. Продумывала идеи, исходя из того, что мне нравится. Например, люблю пить кофе и играть в Элиас», – отметила Даша. «Это действительно облегчало мне идеи для свиданий, потому что я знал, что можно сделать благодаря карте», – признался экс-холостяк. Даже когда в проекте оставалось немного девушек, Даша не знала, каким будут их отношения с Никитой. Ведь он ходил на свидания и с другими участницами. Ближе к финалу я уже чувствовал, с кем мне легче, с кем мне нравится, с кем бы я хотел дальше строить отношения. Вспомнил свои ощущения Никита. «Никита мне сказал, что мы очень похожи, и такого быть не может. Значит, все игра», – поделилась Даша. После окончания съемок их история любви продолжилась. Но поделиться ею пара не могла, пока телезрители не увидят всех выпусков в эфире. Поэтому встречались тайком от всех на своем теперь уже знаковом месте набережной Днепра. Когда мы скрывались, хотели побуть вдвоем и просто прогуляться, как нормальная пара. Мы надевали спортивные костюмы, накидывали капюшоны и приезжали сюда ночью. Брали кофе и просто гуляли. Вспомнила Даша. Молодожены признались, что несмотря на идеальную картинку в соцсетях и абсолютно сказочную историю, они обычная пара, которая учится любить, понимать и уважать друг друга. Мы искренне говорим о том, что мы тоже ссоримся. У нас есть свои разборки. Мы тоже пытаемся воспитывать друг друга, признался экс-холостяк. На этом все. Услышимся.